Когда мы говорим о Кабале, вы должны понимать, что нельзя воспринимать всю Кабалу так, как она написана, и тем более ни в коем случае нельзя заниматься Кабалой без наставника, потому что вообще, да, ну я скажу, что это очень опасная вещь. То, что делают современные псевдокабалисты, да, то, что делают современные псевдокабалисты, в действительности это такая профанация и дьявольская профанация, потому что в Кабале там 99% сатанинского. Но есть интересные вещи в Кабале, которые действительно подтверждаются данными науке, и мы говорили, что в Кабале есть, например, прямое указание на троичность Бога, что Он един и троичный. Вот так же и в отношении, да, и в двух приходах Мошея, как говорится, совершенно верно, то есть то же, что говорят христиане. Видите, как вот, например, даже Павел там и другие апостоли цитировали некоторые апокрифы, да, Иуда цитировал апокрифы и так далее. То есть есть какой-то в них определенный смысл, но мы должны понимать это как еврейские мидроши, как притчи, вот, и очень многие вещи именно из Кабалы лучше туда не лазить, если вы хорошо не подготовлены. А никто не знает, насколько он хорошо подготовлен, правда? Многие сходили с ума от этого. Ну, в Кабале сейчас мы запишем, потом будем вопросы задавать. Видите, говорится о множественных мирах, по крайней мере, от десяти сферот, да, и если мы будем видеть определенный, да, сдвиг по фазе, вообще вы знаете, что материи, как таковой, не существует, как оказалось. Существует только колебание вакуума. Вот если Бог сказал слово и создался материальный мир, Бог сказал А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А подводными этими, на реаниме он занимался, и развивал физкультурную диспансерию тоже, так поэтому, а, я могу долго говорить. Итак, вот пока, да, Б, со слова Б начинается, кто рода, буквы Б, Б решит. И видите, пока Бог говорит свое А, этот мир существует. Как только Бог умолкнет, да, весь этот мир исчезнет. То есть, если обычные колебания, это колебания воздуха, да, какого-то, то есть колебания вакуума. Вот смотрим вопросы времени, они вообще непонятны становятся, если мы говорим на уровне элементарных частиц, тем более, если дальше начинаем углубляться. Электрон, он движется и не движется, да, речка движется и не движется. Кажется, электрон, он и подвижен, и не подвижен, да? И движения как такового нет. И мы представляем не вот так вот сферы, как бы отдельно друг с другом, да, а это все время одно и то же, как бы пространство временное, и все это вот, пятое, четвертое измерение, и все это все одно, да? Но небольшой сдвиг по фазе. Если этот сдвиг уменьшается, он может быть уменьшен даже нашим сознанием, потому что наше сознание – это очень большая сила. Вы знаете, что человеческий мозг только на 4% работает. Даже наши силы, мышцы спортсмена, и то, это только самые тренированные мышцы, работают только на незначительную часть своей потенциальной силы. Знаете царя Александра Третьего? Ну, читали, может быть, о нем, да? Был Александр Второй, потом Александр Третий, а потом Николай Второй. И на Александра Третьего, как и на Александра Второго, совершали множество покушений. Однажды этот царь, он очень любил своих детей. Вот я посмотрел «Сибирский царюнник» с удовольствием фильм этот. Помните, как он своего ребенка, да? Михаил, это, кстати, был последний царь Романова. Потому что Николай Второй отрекся от престола в пользу Михаила. Вот тот маленький ребенок, да? Первый царь из Романова был Михаил, и последний Михаил. Просто вся история это знает. И царь очень любил своих детей. И однажды взорвали поезд, на котором он ехал. И на его жену и детей обрушилась вот такая же железная балка, весом где-то больше тонны. И царь, человек, никогда не занимавшийся физическим трудом, схватил эту балку, поднял и убрал. Представляете? И люди говорят, что это было чудо. Без помощи ангела не может. В состоянии стресса мы можем проникнуть, да? Некоторые для этого применяют специальные особы. Мы можем проникнуть вот эти измерения. Видите, по крайней мере, 10 вот таких сдвигов по фазе существует. И если, как Каббала говорит, о таком, что когда Бог творил мир, Он творил мир из самого себя. И есть такое выражение цин-цун. Я еще раз говорю, то, что я говорю, не является абсолютно истиной, да? Но это может нам немножко понять, помочь понять, что такое вечность. И Бог отграничил от себя. И потом от ограниченного Он что делал? Еще отграничил. И еще отграничил. То есть, вот если этот сдвиг ваза вот здесь, ближе Бог, То следующее чуть дальше от Бога, следующее чуть дальше от Бога, и так далее. То есть, таких 10 сферот. Если кто популярный, вот так считалось, железный, может быть, принц Амбера. Да, первый мир является основным миром. Второй мир, есть два перевода. В одном переводе тень, в другом отражение, да, мира. Третий, есть отражение следующего мира, и так далее. Да, в еврейской традиции говорит, что таких сферот 10. В исламской традиции говорит, что их 15. Кто больше, да? Н-мерность, пространство, мы не знаем сколько. Потому что в исламе есть такое течение суфии. И суфии – это наиболее сейчас широко расширяющееся течение. Намного быстрее, кстати, суфии эволюризируют с помощью мусульманского рока, с помощью мусульманской музыки, молодежь, в особенности в Европе. Да, своего рода харизматы. Вот столько мусульманские харизматы. Да, так у них вот этих суфиев 15 сферот. Ну, кто такие суфиев, может, смотрели жемчужины на Нила, там этот маленький играет, как его, Давид-то. Он там с этими суфиями огонь они там глотали, какие жалоби, могли колоть друг друга, да, и не раниться. Вот такие ребята суфии, да. И если представим себя, вот смотрите, плоскатики, да, вот эта доска. Почему у нас время, почему нам время, кажется, вот мы не можем уловить время, да. Каждая следующая секунда, она уходит в прошлое, а будущее не существует. Мы представим себе, что плоскатики живут в этих двух измерениях, да. А теперь мы поставили вот здесь на колесики, ну, скажем, на крышу машины. Вот так, как она ездит, доска вертикальная, да. Плоскатики по ней ползают, как Амебы. А машина ездит в пири со скоростью 100 км в час. Причем, с какой бы она скоростью ни ехала, да, им будет казаться, что это время идет равномерно. То есть, там, где они почувствовали, уже машины нет. Будущее, машины, что? Еще нет. И, например, если представим себе горизонтальную плоскость, а время как вертикальное измерение. Вот плоскость, на ней ползают плоскатики, да. И плоскость идет в это направление. Сюда плоскость переместилась, да. Плоскатики ушли вот сюда, да. Сюда плоскость переместилась. Плоскатики ушли вот сюда. И что же получится? Если мы соединим, то этот плоскатик имеет такую траекторию движения, да. Этот плоскатик имеет такую траекторию движения, а этот плоскатик имеет вот такую траекторию движения. Правда? Оказывается, плоскатики стали у нас уже не плоскими, а объемными. И они вытянулись что-то похожее на струны. Если люди добивались и самую маленькую неделимую частицу, назвали атом, а потом оказалось, что атом делим, да. Потом думали электроны, позитроны, да. Вот, быть может, эти электроны, миры, где тысячи, те тысячи миров, где звезды, троны там, и память сорока веков, то есть, вы понимаете, может быть, электрон, это тоже уже целая вселенная, да. Оказывается, меньше стали искать. Всякие там нейтроны, нуклоны там, еще ниже. Потом нашли какие-то лептоны, кто это такой, вообще никто ничего не знает, ну, так называют. И, в конце концов, докатились, что, оказывается, существуют только струны. Вот я вам нарисовал струны. Вот вам и движение, вот вам и все, да. Но когда человек в вечности, он это видит, потому что он становится лучше, его мир становится шире, да, и идет дальше. И еще, смотрите, время, оказывается, индивидуально. У каждого абсолютно свое время. Не существует одинаково текущего времени, как некоторые думали. И мы это замечаем. В детстве, нам кажется, дни очень долгими, и мы совершаем много, да. Затем у нас вот эти биологические часы замедляются, а внешнее время как бы для нас летит. И смотрим раз-два, раз-два, смотрю, уже суббота, надо готовить тору, да. Раз-два, раз-два, суббота, надо готовить тору. Раз-два, лето прошло, зима пришла, все, раз-два, и что? Конечная, так сказать, точка. Да? Раз-два. Да. Как говорится, каждый день приближает нас, естественно, к смерти. И интересно, что каждое время каждого человека индивидуально. Но в то же время время как бы синхронизируется. Сейчас вот эта синхронизация нарушена, возникает десинхронизация. Я почему вам говорю сейчас такие вещи о времени? Потому что я занимался такими вещами, да, в психологии, в неврологии, да. Вы знаете, что мы все зависимы от времени. Различные органы сработают в разное. По-разному в зависимости от времени болезни проявляется. По-разному. То есть, есть целая отрасль медицины, да, которая занимается, хрономедицина, так называемая. Вот у нас десинхронизация может произойти, если мы, например, полетим на самолете, да. И у людей всех нормально синхронизировано, а у нас все наоборот. Когда мы хотим спать, все люди встают, да. Когда мы хотим кушать, все люди уже поели и так далее. Но потом у нас опять происходит эта синхронизация. Вы знаете, что менструации у всех женщин всего мира когда-то происходили в одно и то же время. И четко зависели от фаз Луны. Вот так же, как и вот червени, которые моллюски размножаются в определенное время. Затем люди стали разделяться. То есть, видите, происходит все время постоянно разделение и разрушение. Разделение и разрушение происходит. Луна стала медленнее вращаться, и теперь уже не 28, да, по 7, 4 раза. А уже больше дней фазы. Все это люди электрическим пользуются утром, днем, вечером. Все это нарушает. И от этого тоже нарушение течения времени происходят различные болезни. Когда мы спим, когда мы спим, у нас тоже время рассинхронизировано. Человек во время сна в несколько секунд может пережить всю жизнь, да? Говорят, перед смертью человек переживает всю жизнь. В состоянии стресса. Если ты попал под машину и смотришь, как на тебя накатывается колесо, а ты не можешь сдвинуться. У меня такое было. Поэтому по себе могу судить, да? Для водителя время идет нормально. Для меня оно настолько ускорило, что все, что я вижу, как замедленная съемка. Некоторые люди в состоянии боевой готовности, вы знаете, тренируются специальным образом, они могут так двигаться, да, что противник кажется, что он просто стоит на месте. Это не фантастика, это реальность. Но все равно это связано с течением времени. И вдруг мы попадаем в такое время, где времени не будет. Согласны вы с этим? А что, написано так? Написано же. И ангел, который видел, стоящий на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что на нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья. Как он благовествовал рабам своим пророкам. То есть, эта тайна еще закрыта для нас. И мы понимаем, что вечность – это совершенно не то, что продолжительное время. Я вам зачитаю немного из этой книги. Ну, как вы можете понимать и как вы можете объяснить. Опять-таки, это все модели, правда? Когда мы там будем, мы увидим лицом к лицу. А пока мы как мутное стекло смотрим. Да. Время постоянно в самоуничтожении. Видите? Во времени нет прошлого, оно безважно исчезло, нет будущего. Оно только предполагается. Во времени нет настоящего. Это луч, не имеющий длины, ни ширины, беспрерывно скользящий. И от тот же потерянного прошлого к еще не существующему будущему. Пока наши органы чувств пытаются зафиксировать время как настоящее, оно уже прошло, превратилось в прошлое. Значит, настоящее – лишь воспоминание о недавно прошлом. Косность органов наших чувств, которые доносят до нас, мгновение которого уже нет. Значит, настоящее – это только след прошлого и ожидание будущего. Интересно, можете записать определение, да? Настоящее – это след прошлого и ожидание будущего. Вера наша – это тоже ожидание будущего. Правда? Согласны? Иногда человек может проникнуть в это будущее. Сама смерть – это не выход из времени, просто душа человека переходит в состояние нового восприятия времени, неведанное нам. Сама смерть – это еще не выход во времени, просто душа человека переходит в состояние нового восприятия времени, которое неведанное нам. «Время исчезнет тогда, когда небо и земля сгорят в колоссийском пламени. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгоят». Видите, здесь говорится не просто о том, что на земле произойдет атомная война, а говорится о какой-то глобальной катастрофе, которая обрушится на всю Зеленую. И дальше уже будет что-то новое, да, преобразение мира. Бог вот это космическое пламя не уничтожит, но преобразит мир. И до страшного суда время царит еще пока не только на земле, но и в преисподней. Души святых ждут воскрешения тел, души грестиков, милости Божьей. А вы, мы знаем, помните, Ишуа тоже опускался и о чем-то проповедовал, да, находящийся там, томящимся, так сказать, томящимся в ожидании Божьего суда. А вечность – это движение по вертикали. Видите, это оризонтальная доска, да, наша, движется, где живут плоскатики. И поэтому в вечности нет потери бытия, которую философы называют асимметрией времени. Там нет периодов, которые сменяют один другого. Вечность – это не неподвижность, не статика, но движение, динамика только иного характера, нежели динамика времени. Время одномерно, а вечность многоверно. Понять это трудно. Предположим, что плоскость, которая двухмерно получила третье измерение, стала объемной. Так и в вечности. То, что было одномерным, становится многоверным. И человек, не теряя прошлого, расширяет настоящее. И в этом настоящем, через приобретение к благодати, открывается все новое и новое. Новые объемы бытия. Новые емкости восприятия. Представьте себе, как это прекрасно, да? Как это прекрасно. Не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил для всех нас. Вот, если бы мы знали, что предстоит нам потом, да, наверное, мы верующие, ну, вообще бы не боялись смерти. Да и вообще бы люди не боялись смерти, а ждали бы ее, как великую радость, когда Бог откроет нам что-то, да? Потому что тогда бы уж точно все поверили в Бога. Но тогда бы нарушено было правило какое? Свободы воли, да? Вот, тогда бы уж точно, конечно, все поверили. И вот время переходит в вечность. Есть два вида бессмертия. Есть бессмертие святых, помните, мы говорили, вечное приближение к Богу, движение к большинству, озарение божественной благодати, прошлое не исчезает, а становится подобием настоящего. Настоящее не превращается в прошлое, а становится подобием будущее. И рай – это не просто, когда очень хорошо, а когда в вечности нарастание лучшего. Нарастание лучшее. Естественно, если человек попадает в ад, да? Это нарастание худшего. Поэтому общение с Богом – это предназначение, цель и содержание самой жизни человека. А общение с демоном – вечные распады, где нет исчезновения, как разложение на элементы простой и единой природы души. Здесь распад и противодействие сил и энергии души. Здесь движение центра периферии, которые также не имеют предела. Поэтому смерть в самом страшном и завершенном смысле этого слова – это бессмертная смерть. Да? Бессмертная смерть. Вот поэтому говорят, что и смерть сама будет оглачена. Некоторые недоверяют, как за грехи, задеянные во времени, душа будет осуждена на лишении вечной жизни. Но именно тайна, вот эта великая тайна, что мы будем иметь вечное общение с Богом, если мы с Богом, и будем иметь вечность с сатаной, если мы будем с ним. Вот такое примерно понятие вечности. Конечно, трудно человеку это понять, трудно человеку это осмыслить. Но в любом случае мы можем говорить, да, что вечность – это не просто большое количество времени, да, а совершенно новое состояние. И оно замечательно. Есть такие удивительнейшие примеры, удивительнейшие примеры в жизни. Потому что вся природа, даже неверующим, и мы знаем это, она дает удивительные примеры Божьего, да. Вот бабочка, да, бабочка и гусеница. Гусеница, она как бы живет в двухмерном мире, она переносит с листа на листок, но все равно листок этот плоский, у него даже глаза нет, у гусеницы глаз, который видит сверху, да, они направлены куда? Вниз, да. И если видит какая-то птичка, которая хочет поймать эту гусеницу, гусеница не видит эту птичку. Она просто вот этими волосками, которые на этой гусенице, она чувствует движение воздуха, и тогда она начинает прятаться. Но гусеница не способна видеть небо, тем более не способна летать в нем. И вдруг происходит удивительное чудо. Гусеница превращается в бабочку. И как же она превращается? Видите, кузнечик, он просто рождается, маленький, вы видели такие маленькие кузнечика? Потом он растет, растет, и становится большим кузнечиком, но у маленького кузнечика есть ножки, рожки, и все, что для него положено. У гусеницы же ничего нет общего с бабочкой. И когда она превращается в куколку, гусеница погибает. Гусеница погибает, она умирает. Гусеница сидит и думает, не дай Бог, вот сейчас куколку прекращусь. Какой для меня это страшный ужас! Потому что есть такие клетки, вот наподобие раковых клеток, клеток, которые съедают все тело гусеницы. И остаются только небольшие нервные узелки, вот эта нервная цепочка, которая, может быть, связывает прошлое и настоящее. Не знаю, помнит ли бабочка, как она была гусеницей, но мы на том свете будем помнить свое прошлое, правда? И никак не будет никакого круговорота. Бабочка опять гусеницей не станет, правда? Это то, что говорят, круговорот там эти придумали. Индусы – хорошая религия для самоуспокоения. Это понятно. Такого не существует. Но бабочка погибает. И просто превращается вот эта куколка в мешок с питательными веществами. И новые образуются клетки. То есть, если у нас у всех вот обычный генетический набор ДНК, то у бабочки как бы два генетических набора. Гусеницы – это первый организм. Затем начинает действовать второй генетический набор, который образует бабочку. Вот такой пример для нас. И бабочка живет, и она летает. Правда, бабочка может жить недолго, но зато как прекрасна ее жизнь. А наша жизнь какая? Вечность, да? Здесь мы временно, временно, да. А когда мы превратимся в такую прекрасную, цветную, Божью бабочку, это будет продолжаться в вечности, да? Это будет продолжаться в вечности. То есть, это прекрасно. Но для этого нужно одно условие, чтобы жизнь не стала для нас вечным страданием, да? Нужно приблизиться к Богу. Поэтому человеку, пожилому, любому человеку, да и нам самим сейчас нужно готовить себя к смерти, да? Готовить к себе к смерти. И мы должны быть готовы к смерти в любую минуту. Потому что Моше, как сказал, когда придет? Га-йом, да? Сегодня, да? Мы не знаем. У нас га-йом, каждый день са-йом. Вчера оно ушло, да? Мы просто ставились. Когда придет Моше? Сегодня. И поэтому, да, как бы он ни медлил, я буду ждать его, как сказал Сиеверий, каждый день. Я буду ждать его каждый день. Ну, это вам немножко из философии. А теперь давайте спустимся, так сказать, на более реальные вещи. Как мы определяем смерть человека? Согласно Галахе, ну, Галаха создавалась, вы помните, где полторы тысячи, две тысячи лет назад, да? Ортодоксально. Человек считается мертвым, если у него перестало биться сердце. Но потом оказалось, что человека, у которого перестало биться сердце, можно оживить, да? И стало появляться такое клиническое смерть. Есть много людей, которые пережили клиническую смерть, а то уже тысячи, а может быть и десятки тысяч, скоро будут миллионы таких людей, которая жизнь может поделиться своим опытом. Правда, люди потом не хотят делиться этим опытом, да? Но часто жизнь таких людей резко меняется, правда? Некоторые люди видят свет, некоторые люди как бы падают в бездну, особенно наркоманы, такие страшные видения у них возникают. Но в современной медицине человек считается мертвым, если у него не имеется биологической активности в мозгах, да? Пять минут нет биологической активности в мозгах, и человека списывают в покойнике. Но оказалось, на прорешение. Вы знаете, какие у нас умные генералы? Наши генералы, мы имеем в виду советские генералы, самые умные генералы в мире. И оказалось, что был такой генерал от авиации, которому приходилось просиживать на долгих совещаниях. Вы обычно спите, и вам снятся приятные сны, естественно. Вы сами понимаете, дух усыпления – это дух Торадима, поэтому, если Атору считают, то до вас сходит дух усыпления. Вы засыпаете, ваши веки закрываются, руки ваши тяжелеют, вы чувствуете тепло в кочиках пальцев. Вы начинаете думать о чем-то приятном. Ваши веки тяжелеют, тяжелеют, тяжелеют. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо. Естественно. Так вот этот генерал в результате таких тренировок доходил до такого состояния, что он запросто мог отключать у себя мозг. И когда ему делали электроэнцефалограмму, и он начинал вот таким образом медитировать, то писалось абсолютное изоление, абсолютная смерть мозга. Да, то есть абсолютная смерть мозга, оказывается, не является, только относительные критерии могут, да. Ну, может быть, говорят, разложение уже, когда есть трубные пятна, окоченение, да, запах определенного рода. Ну и то, волосы, ногти человека длительное время живут, да, вы знаете. Мышцы продолжают сокращаться, сердце, может, на третьи, на четвертые сутки запустить. Ведь может ли труп стонать? Может труп стонать? Может. Может труп потеть? Может. Может труп рожать? Может. Может труп рожать? Может. Бывали случаи, когда беременную женщину ложили в гроб, через три дня вынимали, находили между ее ног рожденного ребенка. Кричали, вы положили живую женщину. Ну, это не так. Просто, когда происходит разложение, да, газы кишечника выдавливают плод наружу. И вот он лежит между ног женщины. И могут ли мертвые шевелиться? Могут. Вот некоторые говорят, и это наблюдалось часто, когда были массовые расстрелы евреев, да, их засыпали землей, а потом говорили, о, вы знаете, там еще живых похоронили. Где? Шевелилась земля. Где это? Ну, хорошо, потом поговорим. Да, так вот, понимаете, действительно, земля может шевелиться, да, и мертвые могут шевелиться, потому что происходит разложение, происходит газы, изменяется тонус мышц, и земля, действительно, начинает шевелиться, хотя все, кто там лежат, они мертвые, понимаете? Нету четкого критерия. Даже было разложение, а Иешуа помолился за этого человека, да? Да. И он восстал. Сейчас мы будем думать и говорить о тоннатологии. Есть такая наука, да, санатос, мы говорим, или тоннатос, отсюда слово фанат происходит, да, санатос означает труп. Тоннатология, да. Или наука об умирании. Итак, стадии умирания. Стадии умирания. Мы говорили о стадиях пенсии, их всем, да? Умирание то же самое почти. Вообще, я вам скажу, любой стресс, да, любой стресс, он очень похож. Либо это умирание, либо это лишение ближнего человека, либо близкого человека, либо это переход на пенсию, либо это переезд в Израиль, да? Психологически это получается, оказывается, реакция у нас всех почти что одинаковая. Помните, мы говорили о семи стадиях пенсионных? Первый – отдаленный период, второй – предпенсионный период, да, когда уже человек начинает что-то осознавать. Потом медовый месяц, когда все хорошо, да? Потом происходит что? Да, освобождение от иллюзий. Потом период переориентации, стабилизации и последний период. Ну, здесь происходит, да, как бы, со знаком наоборот, да? Ну, вот. Понимаете, человек в неудобной позиции – это плохо, да? Вот. Нехороший человек – это что? Плохо. Но, нехороший человек в нехорошей позиции, минус помноженный на минус – это плюс, да? Ну, хорошо, мы все равно, конечно, даже нехорошего человека должны любить. И не вставить его в нехорошее положение, безусловно. Итак, первая стадия – смерти, умирание – отрицание. Отрицание. Да? Только не я. Можно сказать. Только не я. То есть, человек не верит в свою смерть. Даже он получил смертельное ранение, да? Вот. А тем более, если это происходит медленно. Вы понимаете, когда быстро происходит, иногда некоторые стадии даже опускаются. Но если человеку сказали, вот, у тебя какая-то неизлечивая болезнь, тяжелая форма рака, да? И ты умрешься. То первое – только не я. Какая-то ошибка произошла, да? Это не я. Все могут умереть, но кроме меня. И первая стадия, получается, отрицание, да? Только не я. Отрицание – обычно временная защита и переходит в принятие, когда человек сталкивается с определенными проблемами. Такими, как незавершение своих дел, финансовые какие-то проблемы, забота об окружающих и так далее. Итак, первая стадия – отрицание. Только не я. Вторая стадия – это гнев. Гнев. Почему я? Человек уже понимает, что он умерет. Но почему я? За что? Как ты, Бог, кое мог допустить, да? Почему я? Умирающие в этой стадии трудно очень ухаживать, потому что этот гнев часто переносится на медсестер, персонал больницы, на членов семьи, и в том числе и на Бога. И ощущение потери огромное, тем более у неверующего, правда? И такие люди подвешены предсмертной обиде и ревности. Особенности люди – энергичные и любящие жизнь. Предсмертная обида и ревность. И мы знаем, что предсмертная обида – мы должны человеку помочь, да? Помочь в такой ситуации. Лучше всего, если мы уже будем подготовлены задолго до смерти. Мы носим свою мёртвость самих себе, правда? Но если человек, почему я? Вот все живы, да, а я мёртвый. Все умрут. Но каждый своё я. Вот тут свой царь, своё я теряет трон, да? И они начинают озлобляться на весь мир и на Бога. Третья стадия – торг. Помните, мы говорили о царе Израиле, который торговался с Богом, да? И человек тоже начинает торговаться. Да, он начинает надеяться, что смерть каким-то образом минует его. Это короткий период уговоров или торга обычно с Богом. Человек старается отсрочить свою смерть. Любым возможным способом, да? И это можно мысль определить так. Да, я, но... Да? И дальше идут какие-то определённые условия. Итак, первое, да? Только не я. Второе – почему я? Третье – да, я, но... В обмен на самый короткий отрезок жизни он обещает начать новую жизнь, посвящённую Богу и служению им. Знаете, когда человек опять приходит в нормальное состояние, как правило, это всё уходит, да? Четвёртая фаза – фаза депрессии. Помните, мы говорили об эректильной и торпедной фазе шока. Шок – с английского переводится удар, да? Смерть – это удар? Да. И ожидание смерти – это шок. И если мы говорили, гнев – это как эректильная фаза шока, то здесь возникает уже торпедная фаза шока, то есть депрессия. Человек с четвёртой фазы – депрессия. Он принимает неизбежность смерти, но у него преобладает депрессия, переходящая к лизам, в горю, а в последующем вообще к апатии. И человек в таком состоянии часто кончает жизнь самоубийством. Вы знаете, что люди, которым говорят, что он часто погибнет, да? Ну, хорошо, допустим, если он хочет, допустим, как-то, ну, боль свою убрать, да? Ну, это я ещё понимаю. Но часто в этом состоянии ещё люди хорошо себя чувствуют, да? Зачем же торопить смерть, если она всё равно придёт? Но само ожидание смерти становится настолько мучительным, что человек, впавший в депрессию, да, он начинает думать о смерти. И бывает иногда кончает жизнь самоубийством. И если мы в состоянии гнева человека должны успокаивать, то здесь что должны? Приободрить его, да? Приободрить его. Да. И надо умирающему дать возможность и время обдумать надвигающуюся смерть. Если он будет принимать смерть как нечто данное, то уже будет более позитивное отношение. Пятая фаза, которая называется принятие. При-ня-ти-е. То есть, пройдя вот эти четыре фазы, человека характеризуется чувство умиротворения. Принятие своей смерти. Иногда даже человек потом разочарование чувствует, когда узнаёшь, что смерть миновала. Студия нас ему поставили неправильно, да? Он думает, я уже был готов к смерти, и тут вдруг такая вот ошибка. У меня тоже такое было. Думаю, ну если бы я вот, я прочитал шма, я бы точно пошёл на меба. А что же мне теперь делать? Правда? Вот видите, надо быть готовым каждый день к смерти, да. Вот. И человеку для этого времени отсутствие каких-то ощущений, даже часто отсутствие физической боли и дискомфорта. Поэтому всегда говорят, что перед смертью человеку становится лучше, да? Перед смертью становится лучше. Но это не есть улучшение, это опять, да, уже принятие смерти. И в таком состоянии человек примиряется с Богом, применяется с окружающими, примиряется с самим собой, да? Может попрощаться со своими родственниками и принять смерть спокойно. То есть, это необходимость, да, умереть достойно. Умереть достойно. Праведник умирает, и никто не принимает этого в сердце. И мужи благочестивые восхищаются от земли. Правда? И никто, не сожалею, что праведник восхищается. Они отходят к миру. Ходящие путем правды будут покоиться на ложах своих. Там, видите, или у Иова. Первая это Исаи 57 глава, 1-й, 2-й стих. Иова. Войдешь в гроб, в зрелости, как укладываются снопы, да, пшеницы, в свое время. Павел тоже, когда был в тюрьме, можете быть уверены, тоже пережил все эти этапы. Да, сначала он пытался бороться с этим как-то. Он даже на суде выступал, да, и свидетельствовал. Потом, в конце концов, он смирился с этим. Он писал послания, в которых говорил. Ну, я не знаю, может быть, я еще и завтра умру. Ну, пока вот я вижу, что Бог дает возможность быть полезным для вас. Да, потом он говорил. Я самый из худших грешников. И еще он оценивал свой труд и говорил, да, видите, позитивная такая хорошая оценка, да. Все, что нужно, я сделал, да. Веру сохранил, течение совершил. Течение – это что, можно сказать, галаху, да. Галаху я свою исполнил. И теперь мне нечто готовится прекрасное. То есть, да, практически, практически, если говорить, мы должны быть постоянно в таком состоянии. А, как снопы Иов, 5 глава, 26 стих, да. А, ибо для меня смерть Христос, да, жизнь Христоса, смерть приобретения – это филиппийцев. Филиппийцам, там какая глава? Что-то тут нечетко написано. Посмотрите, там какая глава. Хорошо. Видите, получается, что для верующего смерть – это не потеря, а приобретение. То есть, здесь уже позитивный фактор. В идеале мы все должны до этого состояния дойти еще при жизни, да. Тогда умирание для нас не будет чем-либо страшным. И даже наоборот, умирание – это и есть время встречи с Господом, да. Это, может, 1 Коринфянам 4, 9, 2 Коринфянам 4, 10, да. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. То есть, видите, иметь мертвость, то есть быть готовым к своей смерти. Жить в Господе достойно и умереть достойно вместе с Ним. И человека нужно довести до этой стадии. Ну, и последняя стадия – это уже конечная стадия, седьмая, да. Когда непосредственно происходит… Значит, еще разочек смотрим, какая у нас… Вот шестое, я уже говорил, это когда уже позитивное становится, да. Не только принятие, да, а уже желание как бы смерти. Желание смерти, да, как позитивное отношение. Принятие – это только примирение к смерти. Шестое – это уже позитивное отношение к смерти. То есть, человек, если его возвращают к жизни, он даже огорчается, понимаете? Да. И мы должны быть в этом состоянии. И седьмое, ну, и что уже непосредственно человек, что? Ну, уже, как говорится, захрипел и умер. Хорошо. Что же вызывает смерть? Даже если человек идет к Богу, и мы знаем, что он идет к Богу, является ли она для нас радостью? Вот, один человек после смерти своей матери поставил магнитофон, на громку устроил танцы, и до него все посмотрели, как сумасшедшие. Я не думаю, что мы должны так поступать, правда? Вот. Я знаю этого человека, опять не спрашивайте меня, кто это, да. Видите, в чем дело? Даже если мы знаем, что человек уезжает в хорошую какую-нибудь страну, да.